Здравствуйте! В эфире Наши Новости. И сегодня мы поговорим о событиях, которые произошли в Чистополе на этой неделе. В селе Данауровка Чистопольского района произошла трагедия. В одном из местных оврагов погиб ребенок. По версии следствия, во время прогулки подросток попал под лавину. На месте работали сотрудники МВД и следственного отдела. Прибывшие на помощь взрослые откопали ребенку полностью все тело. Попытались сделать искусственную вентиляцию легких, но результатов никаких недавно. Приехавшие в скорую помощь зафиксировали смерть ребенка. Мальчики в школу не поехали и они пошли кататься. Четвером вроде. И один мальчик погиб. Скатился, его завалил снегом. Двое вытаскивали. Очень хорошая семья. Мама учительница, по-моему. Да, очень жалко мальчика. Это случайно. Это никто не страху над этим. Вот получится, я мать учительница. Хороший семья. В Чистополе водитель автомобиля наехал на 39-летнюю женщину. Проезжая по мосту на улицу Урицкого, автомобиль попал в колею. В этот момент по проезжей части проходила женщина. Десятка не смогла ее объехать и сбила пешехода. В результате жительница Чистополя упала с 10-метровой высоты. Сама женщина выбраться из-под моста не смогла. Она пребывала в шоковом состоянии. Потребовалась помощь пожарно-спасательной части и сотрудников ГАИ, которые находились поблизости. Женщину госпитализировали в центральную районную больницу. Волжско-Камское территориальное управление поступило сообщение о выпавшем сером снеге в районе автовокзала. Образцы снега были отправлены на экспертизу. Результаты говорят о том, что Чистопольцам не о чем беспокоиться. Подробности узнала наша съемочная группа. Продолжение следует... Только то, что обращались к Хмедзянову, то, что обещал разобраться. Провели анализы и по результатам анализов были составлены протоколы. И вот по протоколам мы наблюдаем, что превышений по металлам не наблюдается. То есть все в пределах сангигиенических норм, в пределах ПДК, предельно допустимой концентрации. В связи с неблагоприятными погодными условиями президентом Республики Татарстан объявлен режим повышенной готовности. В некоторых местах города порывистый ветер сорвал дорожные знаки и баннеры. О том, как пострадали чистопольцы от непогоды, далее. Вон эту даже содрала, смотрите, вот перед нашими окошками. Переход, тут вот так вот провод шел, вон он болтается, а другу куда-то вынесло. У меня, наверное, там эту вон тарелку, наверное, снесло, он болтается. У нас тут все расчистили, сегодня трактор прям вообще в 5 часов бегом, около 9 этажки. С утра трактор в таких местах, где боли побольше, в тех местах, где больше людей ходит, там трактор. А мы уж после него остатки убираем. Мы не можем на свое рабочее время все делать. И трактора бывают, и помогают, и вообще, в общем, нормально, и начальство хорошо. В Чистополе прошел муниципальный этап конкурса «Замечательные вожаты». Его участниками стали старшеклассники района, которые победили на предыдущих уровнях. Какие качества нужны современному вожатому, узнала наша съемочная группа. И я решила, что нужно прям дойти до победного, и то есть я очень давно к этому готовлюсь. Ребята, мы писали сами, как бы, ну, то есть, что мы будем делать, придумывали танцы, песни, вот, что получилось. В течение всего учебного года вожатые проводят занятия, физкульт-минутки, различные мероприятия для учеников младших классов. Современный вожатый должен быть не только наставником, но и другом для детей, уверены участники. Пятый класс я стала активистом, и то есть мне стало интересно, я хотела что-то завлекать больше людей, детей в свою атмосферу, чтобы они были активны, позитивны, то есть больше участвовали, не боялись сцены, то есть развивались. Критерии, по которым жюри определит лучших, это умение найти индивидуальный подход к каждому ребенку, дружелюбие и умение адаптироваться к сложным ситуациям. В рамках конкурса вожатым также предстоит написать тест и проявить себя в смоделированных ситуациях. Вожатый ведь это тот человек, который должен уметь зажечь ребенка, должен заинтересовать его. Мне кажется, одним из главных качеств вожатых, именно детей вожатых, чтобы дети к нему тянулись, чтобы он видел в нем друга, который может помочь ему, подсказать. Ну и, конечно же, креативность, творчество и индивидуальность. В Центре подготовки допризывной молодежи «Ватан» прошли ежегодные богатырские игры. Участниками стали юноши от 16 до 18 лет. Ежегодно эти игры проходят в рамках месячника оборонно-массовой работы. Участникам предстоит пройти массу испытаний, начиная от сжима штанги и заканчивая народными забавами. По условиям соревнований участвовать могут юноши с 16 или 17 лет. Ну и в основном это силовые упражнения, зрелищные, интересные. Сначала это упражнения в тренажерном зале на жим штанги за определенное время, командный вид. Затем гиря 16 килограмм за 3 минуты, сколько сможет выжать спортсмен. И несколько упражнений в спортивном зале. Вот сейчас самое зрелищное – это будет слепая лошадь. Подготавливались, вроде уже неделю. Все вот это, все прям так же проходили, только в меньшем формате, масштабе тоже. А это были не все новости недели. Подробности можете узнать на официальном сайте газеты «Чистопольские известия». Подписывайтесь на наш канал в ютубе, ставьте лайки, присылайте свои новости. С вами был Сергей Кресников. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!